С помощью редуктора, электродвигателей и предварительно приготовленных композитных материалов третьеклассник из Рузаевки Михаил Дрожжин собрал вагон будущего. Макет сделан из стеклопластика, но такой даже в натуральную величину будет прочнее и легче, чем привычные нам металлические цицерны. Во-первых, полимеры композитных материалов, они не подвержены коррозии и гнинию. Срок службы почти до 100 лет, вот один такой вагончик век, а во-вторых, они производятся легче. Включил станок, все у тебя наматывается, потом термокамеру все это засунул и все, и потом влезешь. В таких вагонах юный конструктор предлагает перевозить химические грузы, нефть и кислоту. К слову, подобными разработками уже занимаются вагоностроительные гиганты России, но пока ни один из них не выпустил на железную дорогу, на нацистерну. Для того, чтобы ввести новый материал в производство, ну вот производственники скажут, как трудно сделать какое-то изменение в технологии. И вот новые материалы, они с трудом пробивают дорогу, но тем не менее они реализуются. На русском марше к работе третьеклассника Михаила Дрожжина отнеслись с интересом и уважением. И даже разрешили юному инженеру прогуляться по цехам и посмотреть, как и из чего сейчас на предприятии делают вагоны. Школьник мечтает, когда вырастет, связать свою жизнь именно с этой промышленной сферой. И возможно, именно с Мордовии будут начинаться все железнодорожные инновации. Вот шов, например, взял сварочный аппарат, шов проваривает, и вот эти вот культователи крутятся, те стороны вращаются, все ровненько. А вот наш модель, если мы будем делать, наматывать эту вот часть, да, а уже цельные вот эти вот донышки будем формовать. То есть наш метод намного быстрее. А как это делать метод формы? Метод? Большое днище, но так же, как мы с тобой сделали, маленькие, только надо здоровый пресс и здоровую форму. Вот и все. Все просто. Работу Михаила Дрожжина высоко оценили в Москве. Сначала он вышел в финал международного научно-технического конкурса. Потом школьника пригласили на 10-й Всероссийский технологический фестиваль. Уже там работу мордовского третиклассника признали одной из лучших и наградили экскурсии в Политехнический музей планетарий технопарк Сколково. На этом юный инженер останавливаться не собирается, но свои дальнейшие научно-исследовательские планы предпочитает держать в секрете. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости. Рузаевка. Редактор субтитров А.Семкин